Дождь, уборки не помеха. В эту среду, несмотря на ухудшение погоды, в преддверии Дня Победы в городском поселении Монина развернулись работы по благоустройству мемориальных комплексов. Местные жители могут быть уверены, 9 мая памятник скорбящей матери и мемориальное кладбище достойно встретят монинцев, пришедших почтить память героев. Мы чтим память наших предков. Не забываем про них. То, что они сделали, хоть как-то пытаемся отплатить. Акция «Нам Победа досталась в наследство», проводимая в рамках муниципальной программы «Молодое поколение», началась в понедельник в деревне Сдехово сельского поселения Трубинское, продолжилась во Фрянного и завершилась здесь, в городском поселении Монина. Всего в уборке приняло участие более 30 человек. Инициатором стал клуб по работе с молодежью «Ровесник», который занимается организацией досуговой деятельностью для детей и молодежи в Щелковском районе. Совместными усилиями трудовых бригад, молодежных клубов и представителями монинских школ работа по рачистке территорий была завершена. У них, во-первых, идет свое общение, взаимодействие. Очень хорошо, для них полезно, чтобы они друг другом делились. И эти акции, мероприятия вообще такие объединяют их. Многие могилы мемориального кладбища оформлены в авиационной теме. Установлены два памятника погибшим авиаторам. В числе похороненных на кладбище – герои Советского Союза, ветераны ВВС, ученые-конструкторы авиации. Памятная стела «Скорбящая мать» установлена перед кладбищем. На ней рельефная надпись «Вечная слава авиаторам, павшим в боях за Родину». В празднике День Победы и День Защитника Отечества у монумента проходят торжественные митинги. У меня здесь родственники, вот, собственно говоря, недалеко. Для нас вообще и лес, и вообще монины, и кладбище – это имеет огромное значение, потому что это все патриотическое воспитание детей. Рассказываю про подвиги моих лично родственников, их дедушек, прадедушек. Конечно, нужно воспитывать в детях это, и чтобы дети тоже помогали. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова